всем привет продолжаем знакомиться с описанием картин по книге великие музеи мира йоган генрих вильгельм тишбейн гетты в компании 1787 год холст масло 164 на 206 доган генрих вильгельм тишбейн является ведущим мастером портрета второй половины 18 века как и многие творцы своего времени художник выбрал италию источником вдохновения и местом пребывания походатайство гетта тишбейн получил от герцога эрнеста второго сангот альдербургского ежегодную стипендию 100 дукатов которая позволила ему остаться в риме немецкая художественная культура того времени развивалась в русле классицистических тенденций получивших теоретическое обоснование в трудах теоретика искусства венкельмана в частности в его истории искусства древности главная идея искусства сформулированной эпохой просвещения это подражание древним поэтому италии рим стали местом паломничества многих живописцев и поэт гетты приезжал в италии в 1786 году тогда переживал духовный кризис время поэт изучал архитектуру искусства античности эпохи возрождения восхищался полотнами рафаэля и постройками андрея палладио под руководством друзей гетты попробовал себя в качестве художника известного около 85 его рисунков итальянского периода литературное творчество поэта было в расцвете он закончил трагедию эггмонт начатую 12 лет назад положил работу над драмой торквадо тассо а также написал итоговый труд своего пребывания в стране вдохновения то называлось итальянское путешествие известно что поэт и живописец встретились в 1786 году в неаполе где и был создан представленный портрет он выполнил практически в натуральную величину сам гетта с иронией говорил что подобный формат произведения не предназначен для северных домов поэт изображен сидящим в полоборота на фоне античных руин его взгляд устремлен вдаль мимо зрителя художник скорее всего идеализировал внешний облик гетта представь его выразителем идеи просвещения и воплощением поэтического гения полотно попало в германию лишь в 1887 году баронесса ротшильд завещала штателевскому художественному институту эту картину приобретенный во время поездки в италию в 1840 году ее мужем банкиром соломоном джеймсом ротшильдом чей дед мазер а мазель ротшильд был родом из франклута вот такое описание картине идет и в компании автор йоганн генрих вильгельм тишбейн текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания у